итак сегодня у нас на обзоре маска от гиг вер она пришла мне недавно вот такая вот интересная них коробочка посмотрим что же внутри так изнутри все покрашена в черный цвет имеется красивая такая вот смотрите в кармашке инструкция с инструкцией на китайском и английском языках так все она одинарная тут написано как ей пользоваться открываем и что же у нас здесь здесь у нас запасной ух ты это кнопочки знаете для чего вот для чего то есть это такие наклейки вот которые наклеиваются вот на эти вот части смотрите видите вот так видно хорошо да то есть в них мы вставим другую как бы часть этой маски и будем использовать так ну давайте сравним ее для начала со знаменитой маской от мвр вот мверовская маска такая у нас и вот это ну что тут можно пока сказать не одинаковые в основном вот какой комфорт не выясним чуть позже пока что посмотрим как она сидит давайте сначала мверовская маска вот смотрите видите вот она не заходит почему она не заходит она не заходит по той причине что вот здесь не плотно вот эти резинки вставлены вот если сделать правильно плотно вставить то будет как видите все точно без щелей так теперь посмотрим нашу новую китайскую маску так ну что можно сразу сказать вошла она еще лучше вот щелей нет сверху нет чего нельзя сказать про то что происходит снизу сейчас я проверю и дальше скажу что произошло предварительно скажу что вот здесь эти наклейки выполнены лучше чем по мвр потому что они утоплены внутрь то есть экономится пространство более плотно прижимается и нет щелей из-за того что они утоплены именно внутрь смотрите видите то есть идет утопление внутрь вот потом смотрите вот это вот штуковина которая предотвращает попадание света она другая она крепится вот на таких вот точно не жестко закреплена она крепится вот видно да на таких защелках в пазах пластиковые защелки в пазах сейчас посмотрим как дальше но и сразу когда надел просилась до завод что смотрите вот маска от мвр оригинальная логотипчик до мвр у нее сверху находится вентиляционные отверстия которые пропускают свет вот смотрите даже вот мы фонариком будем светить да то есть ведь сквозь решетку все проходит вот видно если берем маску вот гиквиар то там этой проблемы нет потому что потому что здесь специальная конструкция которая пропускает воздух вот видно да но не пропускает свет то есть смотрите вот мы светим до об не проходит ничего то есть там вот такие же отверстия сейчас я с этой стороны посвечу вот они но свет не проходит вот я фонарем свечу проходит воздух не проходит свет это уже огромный огромный плюс в пользу маски вот гиквиар смотрим дальше итак вот я надел эту маску выглядит она вот таким вот образом вот сразу повторюсь она не пропускает свет то есть свет сквозь нее не проходит в отличие от маски мвр сейчас будем тестировать удобство итак первые впечатления берем маску мвр видим что здесь на пластиковой основе то есть это пластиковая основа крепится вот такая штука постоянно отлетает и если ее прикреплять то из-за того что вот так вот она потом отходит вставляем при вставлении маска криво стоит и неплотно прилегает приходится 5 вынимать и вот эту штуку поправлять вот она пропускает свет сверху вот и имеет вот такую вот штуку который не особо удобно для нос то есть видите вот у меня вот даже немножко и честно говоря жира с носа вот так вот ее замазала теперь маска от гиквиар сразу обнаружилось пару минусов первое свет действительно не проникает сверху вот отсюда то есть вот отсюда свет не проникает но если свет попадает вот так вот снизу да то снизу он проникает можно конечно как-то это решить заклеить там определенным образом вот но тем не менее факт есть факт что снизу если подсветка идет снизу свет проникает если с верхней лампы с люстры то не проникает так дальше вот это вот штуковина с носом вот она смотрите тут просто ее пластиковой нет отсутствует есть так вот эта штука вот и знаете она удобнее да это штуковина намного удобнее чем мвр это как бы чего не отнять того не отнять потом угол обзора угол обзора у нее видимо зависит от этого штуковины то есть здесь она смотрите она намного толще чем у мвр то есть мвр это прям тоненькая вот смотрите тоненькой да вот она а в этой штуке сравните да намного намного толще вот если вот этого маску гекки вир прижать сильно к лицу закрутив там вот сзади вот эту штуковину то угол обзора в принципе такой же вот но вот эту маску из-за тонкой вот этой вот накладки прижимать вообще не обязательно просто раз на лицо так надел слегка не прижимая даже и угол обзора будет шире опять же повторюсь за счет вот этой накладки которые здесь тоньше вот и она очень нежная намного смотреть ведь нежная нежнее вот здесь она намного толще и чуть-чуть кажется хотя нет такая же по мягкости вот эта вот штука тоже имеет точно такую же по толщине мягкую часть но она ничем ничем не отличается от варианта вот такого вот то есть пока предварительно я бы для маски гек вир поставил бы наверно накладки запасные смазки а им вир и получился бы наилучший вариант который все плюсы этих масок соединил бы воедино теперь давайте пройдемся по магнитам посмотрите у маски от мвр да их вообще тут незаметно и она очень плохо сидит вообще плохо то есть ее вставишь да и она прям сразу так и норовит отскочить вот здесь магниты мощные их много смотрите ведь один внизу два три четыре пять шесть и они сидят намного намного прочнее то есть держится отлично намного лучше чем мвр вский вариант маски теперь посмотрим вторую часть и так вот такая вот коробочка и у нас тут вот это вот само е непонятное приспособление состоящее из самого собственного приспособления и запасного такого вот амбушюра который на лоб будет идти так но приклеен хорошо вроде бы качественно хотя нет внизу немножко за гнулся так как наверно уже догадались вот в эти вот пазы он должен крепиться да вот таким вот образом вот сейчас я попробую их аккуратненько снять и прикрепить ее на ваших глазах и так наклейки снимаются достаточно легко вот и вот таким вот образом она вставляется то есть в принципе принципе достаточно просто надавить раз надавить два и так получилось вот такая вот интересная конструкция которая конечно же не влезет в вашу ваш футляр для этих очков поэтому для переноски футляре придется ее каждый раз снимать так ну давайте посмотрим немножко вот здесь вот поправим и вставим ее вот сюда вот так вот это чудо-юдо выглядит мощно бескомпромиссно сейчас будем надевать и смотреть и так я посмотрел и знаете что мне понравилось мне понравилось это штуковина снимает действительно я вот не ожидал этого дела что она снимает действительно нагрузку с лица и намного намного комфортнее в ней находиться намного комфортнее но повторюсь вот эту надо заменить вместо нее нужно поставить тоненькую амвиаров скую для более широкого угла обзора вот эта штуковина супер вообще прям просто класс мне прям очень она зашла вот я думаю я буду именно с ней использовать эту маску это действительно гениальное решение очень удобно сделано вот ну резюмируем это здорово это здорово то что свет не проникает здорово то что нет свет проникает снизу это недостаток который неплохо бы устранить эту штуку заменяем на более тонкий вариант от амвиар благо там две запасных идут в комплекте кто заказывал полную версию вот эта штука намного удобней то есть она позволяет снять нагрузку на нос то есть если у меня вот например средний нос но вот эта штука она касается нос и она его натирает она как бы узнать как очки как очки которые на нос давит всегда здесь такого нет вообще то есть она прям нежно 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 полностью прикрывает и знаете что самое главное смотрите на нет совершенно никакого засвета снизу при использовании геквиаровской маски вот в этом месте засвета нет но но вентиляция внизу судя по всему остается то есть опять же линза потеют меньше это огромный конечно плюс который нельзя отрицать ну что сказать мне очень штука это понравилось так она выглядит всем пока